продолжим работать над нашей силиконовой формой прошло времени порядка двух дней наверно наносил я субботу этот первый слой сегодня у нас понедельник субботу нанес он сох пару часов и я поехал домой в это время воскресенье почему не нанесил потому что воскресенье принципиальные я не работаю ну такой у меня жизненная кредо что ли воскресенье мне сто процентов выходной поэтому времени прошло порядка двух суток сегодня у нас понедельник время примерно 12 часов дня наношу второй слой вопрос был такой комментариях возможно ли а через какое промежуток времени нам нужно на наносить второй слой или необходимо наносить второй слой после того как сразу ваш первый слой стал очень похоже на резину стал тверденький такой все вам у вас палец к нему не лип можно носить второй слой вопрос следующий был а можно носить через сутки или там через двое можно и через трое только зачем растягивать время изготовление силиконовой формы если вас какие-то там обстоятельства сдерживают то можно и через трое хоть через неделю не принципиально еще какой информации хочу с вами поделиться когда силикон замешиваем примеру да вот так он застывает банки то есть что-то скатилось со стенок кисть там видите да то есть осталось там как определить хороший силикон или не очень когда вытаскиваем из банки вот так силикон если баночка после этого такая чистая он не рвется кусочками значит ваш ваш силикон неплохой так выглядит кисть да если вы начинаете кисть вытаскивать и в результате получается она рвется силикон ломается кусками отрывается значит силикон не очень не советовал бы таким работать операция повторяется значит взвешиваем банку меряем и от меня 200 грамм вашем случае это будет 100 грамм силикона сколько я работал сразу несколькими силиконовыми формами взвешиваем проверяем 150 193 пойдет и 5 грамм отвердителя на 200 грамм силикона все перемешиваем и также кистью будем сейчас наносить сверху вниз операции повторяется здесь ничего сложного самое сложное изготовление силиконовой формы это правильно сделать разметку линию разъема второе аккуратно выставить пластилиновый бортик что плоскости примыкания пластилина к поверхности модели были как можно перпендикулярней ну и третье первый слой силикона нанести без пузырей вот основные три правила которые соблюдая вас получится хорошая силиконовая форма еще на четвертое такое если сложного вас модель и бывают отрицательные углы поднутренние вот их надо или заполнить силиконом или оставить пустыми принципе но чтобы жесткий кожух туда не заходил потому что если вы в эти поднутренние у вас зайдет жесткий кожух свою модель не достанете том силиконовой форме но это придется опытом уже поймете в процессе изготовления то есть раз сделали простенькую например вот такую второй раз сделали чуть посложнее третий раз сделали пример что не получилось я не получилась почему не получилось проанализировали ситуацию сделали выводы и на четвертый раз этих ошибок уже не допустили ты все что приступим помещение плюс 15 здесь можно силикону наносить более смело никаких отвердителей загустителей там силикон ничего не добавляю считаешь при таком способе изготовления не нужно вообще хотя при изготовлении очень сложных форм высоких больших там которые примерно сантиметров по 50 и выше там да там можно так актуально использование загустителя для силикона здесь модель небольшая носить легко участок можно проконтролировать если сейчас на поверхности вашего силикона да вы наносите образуются небольшие пузырьки воздуха здесь уже как бы ничего даже страшного такого нет критичного потому что первый слой чтобы у вас нормальный никак не повлияет на качество ваших отливок изделий ну в общем вот так здесь все промазал где все достал большие пузыри конечно нежелательно чтобы более все оставляем по 100 как нанесем третий слой тогда буду уже переворачивать и и подрезать вот это вот лишняя то что здесь набежала маленько и выставлять опалубку и наносить следующие слои пока как то так